Опа-на-цова! Малейкум, братанчики! Чтоб вы понимали, это 20-я юбилейная серия Пути Бомжа Бейстика на просторах онлайн-рп. И это тормозите, если вдруг вы хотите поиграть на проекте вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании и залетайте на сервачок Гавайи, и после захода вводите промокод хэштег Бейстик. Ну и чтоб вы понимали, в видео вы абсолютно бесплатно получаете 120 тысяч, ну а также спорткар Ниссан GTR. И кстати, под прошлой серийкой вы как всегда набрали 200 лайков, и донатик забирает вот этот вот челик. Сколько лайков вы заберёте на этой серии, столько доната я и разыграю в следующий раз. Короче, залетел я сейчас на сервер. Как вы помните, в прошлой серии я продал свой бизнес, и в итоге у меня на Балике имеется почти миллион восемьсот тысяч баксов. Ну и под конец серии я заезжал в риэлторское агентство, и оказалось то, что у нас летает просто бомбовый бизнес в Лос-Антосе. Я вам пообещал попробовать его словить, ну и как бы, ребят, мне нужно сдержать своё обещание. Слетает он у нас через 20 минут, а именно в 22.00 по московскому времени. Так что сейчас нам нужно не медлить, а быстренько до него добраться. Онлайн сейчас почти 230 человек, и это очень плохо. Потому что будет очень большая конкуренция, и не факт, что я его словлю. Но всё-таки, пацаны, мы постараемся это сделать. Я очень надеюсь на то, что об этом слёте практически никто не знает, и мне всё-таки удастся словить его по какому-нибудь лоу прайсу. Если что, находится он где-то вот в этом вот месте. Ну и, в принципе, я уже почти к нему подъехал. Так, ну, в принципе, где-то тут у нас будет производиться слёт. Как я вижу, тут уже стоит какой-то типчик. И вот, да, вот этот вот бизнес мы как раз-таки и будем ловить. Походу, этот чувак настроен серьёзно, он у нас на Мерседесе, это семейный транспорт. Но, ребят, у него фамилия, как бы это то же самое, что и название семьи. Так что, мне кажется, бабки у него имеются. Максимально за этот бизнес я готов отдать, наверное, миллион, а то и больше. Мне кажется, проходимость тут довольно-таки хорошая. Тем самым финка будет очень большая. Вы бы знали, насколько сильно я сейчас волнуюсь. Хотя до слёта осталось там буквально минут 15. Тут практически нету народу, но вот этот чувак меня реально смущает. А вот ещё чувак какой-то на бэхе подлетел и в итоге уехал, понял? Я вот честно не знаю, стоит ли мне топить до Талова. Либо же, если вдруг он перебьёт меня на какую-то огромную ставку, нужно просто отдать этот бизнес. Я не знаю, потому что я не знаю финку этого без окабля. Давайте сейчас на всякий случай скрафтим себе и Дигл. Потому что могут иметься челики, которые просто попытаются нас слить. А этого нам не надо. Я сейчас просто как какой-то придурок вот так вот катаюсь. Что-то делаю. Хотя мне просто нужно стоять. Я не знаю, мне нервы реально шалят. Вот ещё какой-то чувачок подъехал. Но потихоньку все начинают потягиваться. В итоге он взял и уехал. Ладно. О, ко мне этот тип подбежал. Ты чё тут? Я пришёл за тем же, зачем и ты. Сколько балек? Он чё думает, я ему вот так вот всё раскрою? Неважно. Пусть он как бы ощущает конкуренцию. Но у меня 3кк, удачи. Ага, удачи. Он мог просто наврать, так что верить я ему не собираюсь. Честно, он выглядит так, как будто у него не 3кк на балике, а 1500 от силы. Но, ребят, как бы по внешке судить не стоит, вы сами знаете. Я вот просто сам похож на бомжа, хотя у меня на балике миллион 800. Да, конечно, для онлайн РП это не такие уж и большие деньги, но на них можно купить какой-то приличный бизнес. О, ещё какой-то чувак на скутере подъехал. И вон чувак на вертолёте подлетел. Да вы чё, блин? Бомжик говорит то, что он просто позырить. А вот этот чувак на вертолёте, походу, тоже серьёзно настроен. До слёта остаётся 10 минут. Народ потихоньку потягивает. Сейчас через 5 минут, мне кажется, тут вообще пол сервера соберётся. Вон чувачок на банане подлетел. Ну ё-моё, этот бомжик взял и меня спалил, блин. И теперь все знают, кто я. Гема тут уже народу налетела. Я в шоке. Походу, пацаны, с этим бизнесом шутить не стоит. Нужно топить прям до талого. Как я вижу, за ним охотится огромное количество игроков. Онлайн, кстати, только повышается. Да что ж это такое? Время 10 часов ночи. Идите по-братски спать. Тут он, пацаны, на каких-то дорогих кадиллаках. Причём это его кадиллак. Вон чувак на гелике, просто жесть. Со слёта, кстати, остаётся 3 минуты. Ну и тут, конечно, полная жесть. Наверное, человек уже 15. Походу, мы сейчас будем чисто наблюдать за тем, как будут сражаться богачи за этот бизнес. А не ставить за него ставки. Е-май, ещё народ подтягивается. Офигеть. Со слёта у нас 1 минута. И вы просто посмотрите, какое тут сборище игроков, блин. Ну и чё, братух, когда ты слетишь, уже должен. Опа-на, всё. И сразу сколько? 2 миллиона. Вы чё прикалываетесь? Знаете, как я вообще сюда приехал? Чувак перебил и поставил 3 ляма. Кого? 4, 5, вы чё прикалываетесь? Я думал, тут максимум ставка за 2 миллионов дойдёт. Уже 7 миллионов. Е-май. Походу, этот Азам сейчас его заберёт. 8 миллионов перебили. Чё, 9? Пацаны, вы куда разогнались-то, блин? 9, 100. Походу, это всё продолжаться будет очень долго. 9, 500. И чё, типа всё, борьбы больше не будет? А хотя нет, 9, 800. 10. Не, ну Азам, походу, в натуре богатый тип. Остаётся 3, 2, 1. Ну и всё, он его забрал. Красавчик. Сейчас попросим его чекнуть финку. Эй, ну куда? Он просто сел на велик и уехал. Понятно. Не, ну интересная, конечно, схваточка была. Короче, давайте сейчас доедем до риэлторского агентства. Посмотрим, что ещё у нас слетает. Потому что этот бизнес я бы никак не подтянул. Тратим 3 тысячи на вход. Касарь за информацию. На слёте у нас будут два магаза. Первый находится в Сан-Фьерре. И, честно говоря, расположение у него не очень. Но вот этот второй, он добавился недавно. И он располагается в ещё большей жопе мира, блин. Не, ну так-то по госки их можно, конечно, попробовать словить, а после перепродать. Но, ребят, я не знаю, какая там конкуренция будет. Я думаю, завтра уже решим, что мы словим, а что нет. Короче, парни, чтобы вы понимали, я уже не знаю, какой это по счёту день. Чтобы вы понимали, те слёты я профукал. Да и вообще, сегодня как бы 22 октября. На протяжении каждого дня я залетал в онлайн РП, чекал, что у нас по слётам. И, чтобы вы понимали, ничего интересного просто не было. Но вот сегодня появилось два очень интересных бизнеса, которые я и хочу вместе с вами забрать. Я уже, конечно, знаю, что это за бизнесы, где они находятся. И давайте я вам сейчас их покажу. Отправляемся мы сейчас, короче, в Лас-Вентарас, потому что именно там и слетают эти безы. Первый бизнес у нас находится вот в этом вот месте. Как вы видите, начальная ставка 230 тысяч баксов. Слетает он в 23.00. Давайте зайдём в него, чекнем вообще, есть ли тут продукты или нет. Купим себе, допустим, масочку. Ну и, как вы видите, на складе недостаточно продуктов. Скорее всего, именно из этого он и слетел. Но, чтобы вы понимали, в это же время слетает ещё один магазин 24 на 7. Но находится он уже в глубине Лас-Вентараса. Кстати, чтобы вы понимали, тот бизнес находится вот в этом вот месте. Так, ну вот, подлетело к этому бизнесу. Как вы видите, начальная ставка 210 тысяч. И он как бы слетает в то же самое время. Меня тут сразу подписчики узнали. Я в афиге с того, что и возле того бизнеса меня узнали с Аббой. И возле этого. Офигеть. Давайте проверим тут продукты. И их также тут нет. Кстати, мне в смс пишет подписчик по поводу предыдущего бизнеса. То, что лучше брать его, потому что там финка огромная. Но я как бы рассматриваю магазин, в котором будет меньше конкуренции. Чуть, мне кажется, тут её больше. Честно, я пока что не могу определиться, какой из магазов брать. Потому что, по моему мнению, у этого магаза будет финка больше. Хотя, ребят, спорная ситуация. Типа, расположение у него вот тут. И тут нету ничего такого интересного. Кстати, поговорил тут с подписчиками. Они говорят то, что у этого бизнеса финка меньше. И из-за этого за него будут ставить не такие большие ставки. Яма, тут всё больше и больше народу собирается. И меня это настораживает. Особенно вот этот тип, у которого аксессуаров, наверное, ляма на два. До слёта остаётся 7 минут. И мне кажется, тут будет лютая борьба просто. Кто бы понимали, я Сосновы засел вон там, вон, для того, чтобы проследить за этим слётом. И чтобы тут чуваки как бы не стрелялись. Мне кажется, это нам поможет. Блин, ну ладно, нужно как бы собраться с мыслями. И понять, сколько я хочу отдать за этот бизнес. То я просто не представляю, баликом моего хватит или нет. А, кстати, давайте с админки сейчас телепортнёмся к тому бизнесу. Посмотрим, что у нас там происходит. Ема, ну тут прям полная жопа. Вы посмотрите, сколько народу. Да, конечно, лучше я буду стоять там. Мне просто было интересно показать вам это. Я сюда по-любому ехать не буду. Так, всё, по идее сразу ставят 500 тысяч. Давайте поставим 700. Чувак поставил 800. 900 поставили. Ставим лямчик. Я просто очень хочу его забрать и посмотреть, что тут по финке. Я надеюсь, что чуваки больше перебивать не будут. Но вроде бы пока что не перебивают. Остаётся 30 секунд и перебил, блин. На самом деле это очень напряжно, потому что я не знаю, блин, окупится он мне или же нет. Поставил лям 300. Накидываем лям 400. Он поставил лям 500. Не, братух, ставим лям 600. Фалик у меня ограничен. И я, честно, не знаю, хватит у меня или нет. Просто я уже поставил просто какие-то неимоверные цифры, блин. Даже если я его сейчас заберу, я не знаю, отдам ли я ему кого-то за эту сумму или же нет. Если он сейчас накинет лям 700, то это будет просто габелла. Так, 4, 3, 2, 1. И да ё-моё, ну какого фига? Чтоб вы понимали, у меня сейчас просто не хватает балика. И мне подписчик накинул 10 тысяч, 2 тысячи. Артём, спасибо огромное, я тебе помогу. Ну, точнее, отдам. Ставим лям 800. Мне кажется, Динго серьёзно настроен. Он будет ставить ещё больше. Честно, я не знаю, переплатил я или нет. Остаётся 4, 3, 2, 1. И всё, мы его забираем. Да, хорош. Сейчас будет момент истины. Вводим B-панель, доходы. И тут 300 тысяч всего. Не, ну до связи чё? Чё у нас по инфе? На счету бизнеса 0 продуктов 5. Цена за продукты 20. Всё тебе, ман, а что я вписался? Я не знал его финку, блин. И ещё и муд выдали. Ну, сорян, я просто на эмоциях. Ладно, чё, мне сейчас нужно отправиться на работу. Как-то заработать бабки, чтобы зафулить этот бис. Устраиваемся, короче, на разводку продуктов. Фу, на основном счёте у меня 10 тысяч, отлично. Сейчас мы их подчистую снимаем. В итоге балик у нас 21, но этого нам всё равно не хватает. Кстати, я даже не чекнул, у бизнеса есть какие-то улучшения. Ну, естественно, их нет, и мне их нужно покупать, блин. Короче, приехал я сейчас на разводку. Арендуем тут тачку. О, на бар просто шикарный заказ. Его сейчас очень быстро смогут словить, чтобы понимали, там платят просто гигантские бабки. Так что сейчас летим в порт. Закупаем 4200 продуктов. Отслеживаем этот заказ. Он находится в Лос-Антесе. Так что, недолго думая, едем туда. Привозим товар и получаем сколько? 63 тысячи, ничего себе. Ладно, не стоит медлить, едем обратно в порт. Закупаем тут 5000 продуктов. Яма туда ещё кто-то привёз проды. Ладно, всё равно отмечаем его. Э, вот походу и мой конкурент едет. Не-не-не, братуха, ё-моё. Стой, я привезу первым. Нет. Всё, я его обогнал. Отвозим, ну и получаем ещё 11 тысяч. На палике у нас почти 50 тысяч. Ещё в машине 4000 продов. Чё у нас тут ещё по заказам? Нашёл я нормальный. Ехать нам в Сан-Фьерро. Ну чё делать, погнали. А то конкуренция тут просто бешеная. Э, ну нет, какого фига? Как же меня бесят эти вылеты. Вот чё я теперь должен делать? Я уж таким образом столько бабок потерял. Вы просто не представляете. Ладно, берём новую тачку. Закупаемся материалами. Ловим этот заказик. Ну и быстро везём его. Так, ну всё, я на месте. Сдаём 3000 матов. И получаем 45 тысяч. К сожалению, больше нормальных заказов просто-напросто нет. Поэтому сейчас мы кидаем бабки на бизнес. Заказываем 8 тысяч продуктов. Ловим наш заказик. Ну и чё, погнали его отвозить. Так, ну всё, привозим продукты. Получаем десяточку. Сразу сейчас покупаем субсидии для снижения налогов за 15 тысяч. Просто эта тема, ну очень сильно помогает. Теперь мы снова летим в порт. А, понимаю, по мне какие-то типы начинают стрелять. Ну и пойдём с ними разбираться. А, понял. Чтобы вы понимали, я просто проезжал возле бизнеса, и они до меня докопались и начали стрелять. Короче, ладно, сейчас берём снова фургончик. Летим мы сейчас в порт. Закупаем тут 4 тысячи материалов и тратим 20 тысяч. Ловим наш заказ. Ну и быстренько везём его. Так, ну всё, короче, отвозим наши продукты. И получаем тридцаточку. А, точнее, двадцаточку обратно. Я думаю, этого нам хватит.